Коль, к нам гости! Выманить и обезвредить противника, захватить точку. Лазертаг очень любят взрослые дети. Шанс получить травму минимален, а эмоции зашкаливают. Площадкой для поля боя выступила территория парка Прибрежного. Мне больше нравится играть надувные фигуры. Это особый вид лазертага, спортивного лазертага. Мне нравится на них играть. Не вот такая арена, как у нас там деревянная стоит, а именно надувные фигуры, разные квадратики, разные там фигуры. Из них мы стреляем, из них строят арену, и мы за ними стреляем. То есть это может быть такая арена надувная. Военно-спортивную игру для детей организовали активисты движения «Медведь». Они же третий год проводят сборы для местной детворы в парке Прибрежный. В этот раз решили выйти на новый уровень и организовали профильный детский лагерь «Горизонт». Дневная смена стартует уже 17 июля. Приглашают детей из малоимущих семей и семей участников СВО. Для них все активности бесплатные. «Горизонт» будет проходить уже на территории парка. Будут у них, соответственно, выездные, так сказать, подготовительные сессии в 90-м лицее по квадрокоптерам. Как вы знаете, сейчас это очень актуально. В парке «Механика» – это в Петровом Авраге. Там уже, соответственно, площадя позволяют обучать инженерной подготовке детей. В лагерь приглашают детей от 5 до 14 лет. Позже их разобьют на возрастные группы. В них они будут учиться боевым приемам самбо, стрельбе, сборке и разборке автомата. Ну а позже общим коллективом играть в лазертак и зорницу. Родители приводят с утра, соответственно, вечером забирают. Обеспечение и питание им у них здесь происходит. Здесь они и тренируются, скажем так, физически, играют и в военно-патриотические игры зорницу. Здесь они обучаются стрельбе, обучаются выживанию в экстремальных условиях. Ну, в принципе, это те же самые уроки начальной военной подготовки, которые у нас когда-то были в школе. Также ребят научат оказывать первую медицинскую помощь. Информацию о лагере можно узнать в группах общественной организации «Медведь» и Федерации лазертага в соцсетях.